Джошуа Сильверстейн, который дружил с Меган Маркл с раннего детства, решился недавно поведать о том, как развивались отношения Меган с ее папой Томасом. Как рассказал Джошуа, все проблемы начались, когда отец будущей герцогини и ее мама Дория Рагланд решили развестись. В своей истории он поделился с изданием US Weekly. Когда родители приняли решение расстаться, Меган было всего 6 лет. Она обожала своего отца, но, как утверждает Джошуа, узнав о разводе, встала на сторону матери. Меган решила, что во всем виноват именно Томас и не простила ему его поведение, которое она восприняла как измену. С тех пор, как рассказал Сильверстейн, отношения Маркл с отцом становились все более напряженными. А когда она достигла подросткового возраста, все стало еще сложнее. «Я не имею права раскрыть все детали, но мне было больно наблюдать, как они отдаляются друг от друга», признался друг Меган. Как он объяснил, по мере того, как отношения с отцом становились все более сложными, будущая супруга принца Гарри сближалась с мамой Дорией, в лице которой нашла для себя опору. Однако, когда Меган миновала свой критически переходный возраст, она снова начала активно общаться с Томасом. И все, по словам Джошуа, шло хорошо, пока Меган не решила выйти замуж за Гарри. Тогда их отношения потерпели окончательное крушение. Во время своего скандального интервью, которое Маркл дала Опре Уинфри, она возложила все вину за то, что вообще перестала общаться с Томасом, на него. «Я потеряла отца». Драматично заявила она и пояснила, что причиной такой ситуации, по ее мнению, стало исключительно поведение Маркла. Однако, отвечая на выпады дочери в свой адрес, Томас заявил, что не согласен с ее утверждением. «С тех пор, как я совершил одну единственную ошибку, я ни разу не получал вестей от Меган или Гарри, ни в какой форме. Они даже не делали попыток связаться со мной. Я раз сто, если не больше пытался связаться с ними. И мне очень хотелось хотя бы слышать голос Меган. Но за мою единственную ошибку я был отвергнут и перестал для нее существовать», рассказал Маркл. Под своей единственной ошибкой он имел в виду историю, разыгравшуюся еще в 2018-м, когда он позволил себе инсценировать сцену примерки костюма для свадьбы дочери, а потом продал снимки в СМИ. За это дочь и объявила ему полный и окончательный бойкот. Как считает Томас, после этого он имел полное право беседовать с прессой о дочери. Ведь, по его словам, у него просто не было другого способа быть ей услышанным.